Работаем над конкретным текстом, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Киев и Вашингтон финализируют двустороннее соглашение по безопасности. Цель наша в том, чтобы сделать это соглашение сильнейшим из всех. Обсуждаются конкретные основы нашей безопасности и взаимодействия. Работаем и над тем, чтобы зафиксировать конкретные уровни поддержки на этот год и на следующие 10 лет. Это и вооруженная поддержка, и финансово, и политическое. И то, что касается совместного производства оружия. Соглашение должно быть действительно образцовым. Украина станет членом НАТО, заверил генеральный секретарь Альянса Йен Столтенберг во время визита в Украину. Но получить официальное приглашение уже на июльском саммите шансов немного. Поэтому соглашения о безопасности с Соединенными Штатами, как и с другими союзниками, призваны действовать в переходный период до вступления Украины в НАТО. Именно членство Украины в этой организации, в этом оборонном альянсе является лучшей гарантией безопасности Украины. Насколько я понимаю, на сегодня речь идет о том, чтобы заключить международное двустороннее соглашение с Соединенными Штатами по поводу гарантии безопасности на период до того момента, когда Украина станет полноправным членом НАТО. Соглашение между Киевом и Вашингтоном будет действовать 10 лет. Это значит, что Украина от США будет получать средства, вооружение и разведданные на протяжении конкретно определенного и достаточно длительного периода времени. Нас интересует главным образом конечный результат. Нас интересует такой объем помощи и предоставление ее систематически для того, чтобы можно было на нее рассчитывать, чтобы, скажем, это предоставление помощи носило не эпизодический характер, а чтобы в зависимости от необходимости укрепления безопасности Украины, в зависимости от тех угроз, которые существуют и которые будут, к сожалению, возникать в будущем, чтобы мы могли твердо рассчитывать на помощь Соединенных Штатов. Действия соглашений, уже подписанных Украиной и ее странными партнерами, стороны могут прекратить в любое время. Для этого нужно только письменно уведомить о своем решении за шесть месяцев. Но такое развитие событий аналитики называют маловероятным. Такие гарантии или такую помощь в сфере безопасности, которую может оказать США, никакая другая страна в мире оказать не может. По объему помощи финансовой, вооружениями, дипломатической помощи и разведывательной, и прочей, Америка превосходит любую другую страну мира или даже нескольких других великих держав вместе взятых. Поэтому другого выбора у нас нет, кроме как в том числе искать какие-то форматы, договариваться о поддержке нашей в сфере безопасности со стороны США. Первое соглашение в сфере безопасности Украина заключила в середине января 2024 года с Великобританией, месяцем позже с Германией и Францией. Потом были Канада, Италия, Дания, Финляндия, Нидерланды. С рядом государств Украина работает над проектами соглашений. 24 апреля стартовали переговоры с Португалией. И продолжение следует. Валерия Никипелова для телеканала Фридам.